Без каких-либо контактных линз. Эта технология может использоваться для передачи изображений и даже видео в мозг человека. Изображений видео настолько реалистичных, что вам будет казаться, будто вы смотрите фильм или видите что-то в реальности. Это похоже на трехмерную виртуальную реальность, которая происходит в сознании человека. Но представьте, что мы полностью погружаемся в реальный мир, как сейчас, и в виртуальный мир, где они объединены в нашем сознании. Но как только мы подключаемся к интернету, эмоции тоже становятся данными. Мы можем начать чувствовать чужую боль. И теперь мы говорим, я чувствую твою боль. На самом деле мы не чувствуем чужую боль. Но в будущем мы действительно сможем ее почувствовать. Например, если человеку грустно, мы можем подключиться к его жене, девушке или парню и сказать, боже мой, я чувствую твою боль. Я чувствую твое волнение, понимаешь? Эта технология также может использоваться для манипулирования эмоциями человека. Она может вызывать страх, любовь, ненависть. Она может заставить вас нервничать. Она может заставить вас быть уверенным в себе. Она может заставить вас впасть в депрессию. Она может заставить вас быть счастливым. Она может заставить вас испытывать любые гребаные эмоции в любое время, искусственно вызывая их. Так что, как и в случае с любой другой технологией, есть много хороших вещей, которые мы можем сделать. Но есть и очень ужасные вещи, которые могут произойти в результате ее использования, и мы не можем их предвидеть. Например, если кто-то взломает ваш телефон или банковский счет, он может украсть вашу личность, но это не будет ваша настоящая личность. Это будет похоже на то, что у вас украли деньги. И это уже достаточно плохо, не так ли? Это очень плохо, если вас взломают и украдут вашу, ну вы понимаете, вашу личность. И это называется кражей личных данных. Но если ваш мозг напрямую подключен к интернету, то это уже будет настоящая кража личности. Они могут забрать вас. Они могут буквально стереть вас с лица земли. Они могут буквально управлять вашими мыслями, а вы даже не будете об этом знать. Вы будете думать, что сами контролируете свои мысли, но на самом деле это будет кто-то другой. Это может буквально остановить ваши мысли и заменить их другими, посылая вам в голову чужие мысли. И это настолько изощренно, что вы даже не поймете, откуда они берутся. Вы не сможете отличить, исходят ли они из вашего собственного разума или из какого-то другого источника. Так что вы можете себе представить, насколько это опасно для людей, которые даже не подозревают о существовании этой технологии. И они думают, что эти мысли возникают спонтанно, потому что, находясь под влиянием этой технологии, они не могут быть уверены, что это не их собственные мысли. Я просто поражен тем, как это работает. И я знаю, что мысли, которые они посылают вам в голову, возникают в том же месте вашего мозга, что и ваши собственные мысли. Так что если бы я не знал, что нахожусь под влиянием этой технологии, я бы даже не подозревал, что кто-то влияет на мои мысли. И именно для этого она может использоваться. Ее можно использовать для того, чтобы влиять на мнение людей, чтобы они следовали определенной программе. Ее можно использовать для того, чтобы натравливать людей друг на друга или группы людей друг против друга с какой-либо целью.